итак друзья мои всем здрасте мы продолжаем мы развиваемся на мы мы интересны людям прикиньте господа даже то что у нас нет приборов но мы вообще самый кайфовый канал в плане того что у нас просто множество всяких позиций которые нам засылают которые мы закупаем и ребят сейчас примерно мы 95 процентов получаем от производителя и 5 процентов докупаем самостоятельно и вот эту позицию в 0 3 лампы до в 0 3 лампы нам прислал производители говорит ребят потестируйте скажите пожалуйста свое мнение и вот нам интересно потому что за этими лампами мы считаем есть будущее и мы таки да окей лично я говорю окей ребят мы покажем но но как и всем говорю что если в друг ваши лампы говно я так об этом и скажу на что производитель говорит окей окей давай говори и вот я вещаю ребят в 0 3 лампы вот такие вот приехали к нам красивые прикольные интересные и чего-то там много всего про них написано вот они компактные они компактные до halogen design galogen design да друзья мы и блин коробка смотрится прикольно в 0 3 аж 7 6 тысяч к 4b 17 не знаю что это значит но наверное что-то какое-то весомое значение имеет как всегда простая установка что там сохранение электроэнергии plugin и прочая всякая вот эта ерунда которую любит китай понаписать так color температуру white color температур color pure white color температур 6000 к короче белый свет 6000 кельвинов вот они теперь стали даже расписывать так айпи 67 класс влагозащищенности и 30 тысяч часов и даже физические параметры размеры лампы вот здесь вот они точно также написали молодцы молодцы открываем нам в принципе все неинтересно потому что нам интересно как эта штука будет или не будет светить внутри мы видим вот такие вот вещи это у нас контактные группы друзьям и соответственно по сути нужно всего лишь одна единственная лампочка и лампа выполнена вот так господа вот так она выполнена и прямо это интересно честно то есть здесь вот контактная группа под нее есть фишечка которую вы сюда одеваете и в принципе лампочка становится с проводом если вам на хрен с проводом не надо то вот такая вот компактная аккуратно она здесь есть так с чего бы начать ну контактная группа да нет входа выхода провода фиг с ним но контактная группа вот болтающиеся давайте покажу то есть контактная группа уже болтается даже звучит это нехорошо честно то есть как бы я понимаю что спешили я понимаю что хотели прямо вот выпендриться но такое себе почему спросите наверняка вентилятор стоит не ровно а под скос это специально сделано чтобы разместить контактную группу вот здесь то есть вентилятор чуть-чуть на скос он вроде бы дует на радиатор ништяк чем там семилопастной семилопастной вентилятор но вот чтобы сделать вот такой вот компактную вам штучку вот здесь вот контактную группу надо вентилятор поставить но поставить чуть-чуть по-своему немножечко так скажем не так как у всех ладно ладно что у нас с цоколем о он на резинках металлический и вот давайте мы здесь вот посмотрим друзья вроде бы как есть какая-то ванна то есть по крайней мере что-то мне очень сильно похожи да то есть вот эта вот часть типа ванна но она не ярко выраженная с очень маленькими чипиками господа с прям с очень маленькими маленькими чипами прям ну очень малюсенькие чипы может быть для рефлектора это и хорошо а может быть и плохо и вот здесь вот есть какой-то дизайн господа посмотрите то есть вот здесь вот то ли орел который открыл клюв то ли это у нас какой-то лев то ли хер пойми это кто то ли рыба какая-то поплыла и чё-то и изрыгать пытается но короче есть какой-то вот здесь вот дизайн посыл так скажем производителя вот я надеюсь будет видно так лампа собрано прикольно в принципе ничего криминального не вижу кроме как вот этой болтающейся контактной группы блин для дальнего во многие автомобили прям великолепно решение для ближнего сегодня посмотрим и посмотрим мало того что в рефлекторе так еще и в линзах ребят может куда-нибудь и сгодится поэтому переходим в ночной тест и смотрим как эта штука умеет или может быть не умеет но светит а может быть и не светит короче посмотрим сейчас все сначала рефлектор галоген потом она а потом эта же лампа в линзе поэтому погнали и так друзья ну что у нас пресловутый вот этот вот галаджен да вот такая вот у вас должна быть полочка и подъемчик друзья то есть свет теневая граница в рефлекторе выглядит вот так она не четко она размытая она она есть это вот разделение света и тени но это вот рефлектор друзья это не стоит ждать как в линзе что прям будет ровно рублено это в линзу надо идти а рефлектор он вот такой то есть мягенькая приятная свет теневая граница давайте смотреть и от ну что друзья вот мы поставили лампу проводом вниз можно так это назвать у нас здесь контактная группа сейчас мы попробуем подключиться получится ли у нас да вот так вот подключились и смотрим результат а это господа ну что я могу сказать то есть во первых свет теневой границей тут и не пахнет то есть это все размыто просто капец и и вот крутишь вращаешь она вся плывет вообще ребят вся давайте проводом вверх может быть нет и тут мы ни черта не получаем то есть она вроде бы а хотя хотя ну вот что-то похожее есть у нас но это провода вверх и завал вот влево идет то есть друзья то есть ну прям не очень честно то есть она вроде бы есть приемлемо окей но не очень не прям вот хорошо честно но она присутствует то есть если поставить эту лампу контактная группа вверх то в принципе у вас даже появляется свето теневая граница либо что-то ее очень сильно напоминающий да вот это проводом вверх можно сказать контактная группа вверх и будет неплохо очень даже неплохо теперь давайте посмотрим в линзе итак друзья ну что мы тут тоже начнем с того что поставим контактной группой вниз вот потом перевернем в тесте поэтому давайте смотреть но вот это вот нифига хорошего друзья смотрите как рвана особенно вот справа вообще не нравится давайте попробуем также перевернуть проводом кверх и вот друзья если мы берем и переворачиваем эту лампу вот так вот проводом кверху можно так сказать контактной группой вверх туда мы получаем свето теневую границу хотя бы какую-то то есть хотя бы неплохо это лампа начинает светить ничего криминально катастрофически интересного у нас не получается но хотя бы как-то хоть как-нибудь друзья и да неплохо то есть не не супер результат мне не нравится но но друзья вот такой вот результат вы получите если у вас появится вот эта лампа ваших фарах но вам сказать и такое бывает не айс вообще не айс поэтому давайте лучше подводить итог во первых господа я блин себе руки обжег честно вот греется вот эта штука прям капитально прям очень капитально нагревается и вот вот минут пять она уже вот лежит у нас тут мы дуем на них не помогает хотя у нас прохладно то есть не жарко еще ребят не у нас ночь что вам сказать про вот это вот творчество китайского автопрома вот есть лампы хорошие блин но вот ну вот смотришь и радуешься просто когда и свет теневая в рефлекторе и свет теневая вот великолепная заливкой в линзе есть вот лампы которые вам вот продадут под видом чего-то классного в рефлекторе еще хоть как-то можно вот вот контактной группой вверх да ну хоть хоть как-то более или менее но опять же нет насыщенности то есть нет вот того за что ты хочешь денег отдать честно то есть вот я не увидел этого думал в линзе может быть повертели покрутили в линзе тоже вот проводом вниз какие-то провалы проводом вверх вроде бы стг появилась но при этом она какая-то вот вот знаете как вот центр вроде светит обочину нет тут вот я не знаю на мое личное усмотрение ребят вот эта лампа не заслуживает вашего внимания просто по причине того что но это не то за что хочется отдавать денег честно то есть это нам какая разница вот по сути смотрите нам какая разница вот эту лампу вам привести продать да там наценить свои заработать мышь барыги там и прочее вот или допустим хорошую какую-нибудь другую привести тоже компактную но при этом она будет классно светить вы получите на нее точно гарантию и как бы блин будете довольны да то есть в мы вам продадим вот это и вы будете недовольны или мы вам продадим в эту же цену что-нибудь хорошее вы будете довольны поэтому мы и не привязаны к какому-то бренду так как на таких вот моментах если прям вот в какой-нибудь бренд уходишь то там есть проходные лампы то есть вам вот это будут говорить надо продавать и вы будете продавать хотя вы этого не хотите друзья но вот как бы такое тоже встречается в этом мире работа вот так что друзья вот мы поскольку мы мульти бренд можно нас так назвать мы не привязаны к какому-то одному производителю мы работаем со многими я и могу говорить что это не достойно вашего внимания то есть она не светит так как может светить лампа за такие деньги и в таких вот компактных размерах и параметрах поэтому друзья всем спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на нас везде пишите комментарии там символы колокольчика нажимаете и естественно обращайтесь к нам в подбор мы всегда вас ждем всем спасибо пока до новых встреч